Большой всем привет дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале! Сегодня хочу сделать открытку, новогоднюю рождественскую открытку, с которой буду участвовать в совместном проекте «Моя уютная зима» от Ирины Ангольд, который проходит ВКонтакте. Три года назад я участвовала в этом проекте. У меня получились чудесные классные работы, которые мне самой очень нравились, поэтому я решила не упустить эту возможность и поучаствовать снова в данном проекте. Я хочу сделать мягкую открытку, мягкую тканевую открытку и заодно буду снимать процесс. Может быть какие-то нюансы будут вам интересны и если да, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Итак, что нам нужно? Прежде всего я вырезаю прямоугольник из картона. Прямоугольник у меня размером 10,5 на 15,5 сантиметров. Такого размера будет моя открытка. И далее мне нужно ее обтянуть синтепоном. Я делаю тонкий слой синтепона. У меня синтепон единичка. Можно использовать флиз. В принципе то, с чем вы привыкли работать, но я как-то уже привыкла работать с синтепоном и поэтому он мне нравится. Я обрезаю синтепон по размеру моей заготовки. Открытка будет одинарная, то есть она будет как карточка, она не будет открываться. Также подбираю для открытки соответствующий кусочек ткани. У меня будет кусочек ткани тильда. Вот такой вот красивый, как по мне, то он очень-очень такой рождественский, морозный, несмотря на то, что здесь изображены цветы. Далее мне нужно этой тканью обтянуть заготовку. В принципе здесь весь механизм действий точно так же, как и при обтягивании обложки для блокнота или же для альбома. Поэтому я думаю, что здесь будет все понятно. Основным элементом первого этапа является что-то вязаная, какой-то вязанный элемент, поэтому я подготовила вот такой вот вязанный фрагмент большой салфетки. Моя открытка будет горизонтальная, поэтому я этот фрагмент приклеиваю вот так. Дальше я хочу прошить по периметру мою открыточку на швейной машинке. После того, как я прошила на машинке по периметру свою открыточку будущую, также я сделала пару стежков посередине для того, чтобы немножечко притопить здесь объем, я начинаю подбирать украшения, которые могли бы по палитре соответствовать моей работе. В принципе саму палитру и тон работе задает уже ткань, поэтому вся работа у меня будет в таких холодных тонах. И также в качестве дополнительного цвета я выбираю сюда серебро. Я подбираю все, что у меня есть. У меня есть вот такой вот цветок примовский, очень-очень старенький, полупрозрачный. Также есть кружево, есть вот такие самодельные цветы. Также я вырубила из глиттерной серебристой бумаги вот такие вот снежинки, чипборд. Есть у меня серебристые колокольчики, есть у меня жемчужная нить. И также при помощи штампов и эмбоссинга серебристого я сделала вот такие вот сосновые веточки. Также можно эмбоссинг делать на кальке, тогда сами элементы будут более такие полупрозрачные. Но в данном случае у меня эмбоссинг на белой бумаге и для зимней работы это смотрится неплохо, потому что веточки смотрятся как заснеженные. Далее я начинаю собирать всю композицию. Так как кружево, точнее вязанный вот этот элемент, он немного грубоват, я беру еще вот такое вот полупрозрачное кружево с Алиэкспресса и добавляю его для своей работы, тем самым также и формируя многослойность. Из листа скраб бумаги от фабрики декора я вырезала вот такие вот элементы. Это был лист с деревяшками, вот такой вот из зимней коллекции. Из этих деревяшек я хочу собрать здесь такую вот надпись. У меня есть вот так и еще вот так вот небольшой кусочек. Также я буду использовать свои вырубные снежинки. Вначале просто всю композицию выкладываю, рассматриваю, как это все будет выглядеть. Также у меня будет здесь мой цветок. Есть еще такой самодельный цветок. В принципе я никогда не считаю, что нужно, чтобы цветов было нечетное количество, но для других людей, для тех, кто будет пользоваться этой открыткой, нужно будет сюда добавить еще один цветок. И теперь я добавлю чипборд. А вот эти мои веточки, они пойдут туда в слои, наверное, аж в самый низ. Также у меня есть вот такие вот ягодки белые, сахарные, но больше все больше мне нравятся вот такие жемчужины на серебристой проволоки. Есть у меня еще жемчужины на нити, но сюда буду добавлять вот эту веточку. Пока примерно вот так вот набрасываю композицию и теперь начинаю приклеивать эти основные элементы. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»